Доброго времени суток, уважаемые подписчики и зрители моего канала. Сделал сам, поделись с народом. И я, Георгий Славянко, который пытается с вами этим всем поделиться. Перед вами мой квадрокоптер на раме 400 отставить 294. Также контроллер на процессоре F405. Я о нем уже много чего рассказывал. И продолжаю рассказывать. Я надеюсь буду продолжать рассказывать. Но сегодня я хочу остановиться именно на регуляторах, которые установлены на данной раме. Это регулятор Bell Heli S. В первой части я уже рассказывал, что собой представляют регуляторы. Надеюсь вам полезна была информация. Так более-менее обобщенная и насколько я понимаю это все. Ну а сегодня конкретно мы рассмотрим именно что собой представляет Bell Heli S. И в чем разница с просто Bell Heli. Значит новая прошивка, которая установлена на Bell Heli S. Это именно Bell Heli, ну фирма, бренд или как там, опубликовал новый код. И он предназначен для обновленных регуляторов скорости. Прошивка специально разработана для новых регуляторов скорости. И какие все-таки преимущества у Bell Heli S перед просто Bell Heli. Значит Bell Heli S дает более плавный отзыв на изменение уровня газа, чем предыдущая прошивка Bell Heli. Дальше, также хорошо удерживает синхронизацию, ну так же как и в основной прошивке. Bell Heli S поддерживает только Dumped Link, это функция регулятора активного торможения. При помощи этой прошивки происходит синхронизация PVM двигателя с тактовой частотой процессора. Благодаря этому двигатели работают тише. Ну насколько тише, я еще разу не могу вам сказать конкретно. Ну надо сравнивать. А сравнивать надо с помощью какого-то прибора. А с помощью, как говорят, нашего природного прибора, уха. Ну это ни о чем. Кому-то тише, кому-то громче. Вопрос такой довольно непонятный, можно так сказать. Так же прошивка обладает очень маленьким шагом газа. Так же поддерживает очень большую скорость двигателя. Поддерживает обычный входной сигнал 1-2 миллисекунды. Протоколы поддерживает. Он шот 125, он шот 42, мультишот. И автоматически определяет тип входного сигнала. Ну эти все многообещающие улучшения должны изменить полет наших коптеров в лучшую сторону. Теперь что касается моего впечатления о данных регуляторах имени Bell Helios. Первые впечатления у меня очень хорошие. Я уже, конечно, немножко поэксплуатировал. Где-то месяц за 3-4. Во-первых, они не греются. Небольшого размера. И проблем особых нету. Ну и, естественно, по сравнению с регуляторами Simon, которых я практически постоянно эксплуатировал до этого в течение двух лет. Это, конечно, сравнить нельзя. Это намного удобнее, намного лучше и намного качественнее. Но, еще раз говорю, я не рекламирую. Я вам просто рассказываю свое впечатление. Что касается данных регуляторов. Именно регулятор Bell Helios. Как они поведут себя дальше? Ну, все зависит от того, как его собрали и как он работает. Ну и еще один из моментов. Если у вас, например, стоит контроллер на процессоре F405, как в моем случае, и вы будете использовать регуляторы не конкретно Bell Helios, других марок, но имеется в виду, что были протоколы эти Multishot, D-Shot, и которые поддерживает именно контроллер. Потому что контроллер, ну, мне кажется, потому что по отзывам и по комментариях в интернете данный контроллер не очень корректно работает с этими регуляторами, имеется в виду, Simon, и прочими другими прошивками старого образца. Поэтому, если у вас какие-то проблемы есть с полетом квадрокоптера, и именно вы грешите на регуляторы, то лучше все-таки разобраться сначала, какой у вас контроллер, и какие регуляторы у вас стоят на вашем коптере. Потому что можно оказаться очень много неприятных моментов, с которыми вы потом будете жалеть. Как говорится, пожалеете деньги, потеряете, грубо говоря, здоровье. Но имеется в виду нервы. И еще хочу поделиться одной проблемой, которая у меня возникла. Вы можете посмотреть ролик, там, про полеты моего коптера, где я настроил, поставил, включил, и он у меня рванул. Не абсолютно не реагирует никакие органы управления моего передатчика. В чем причина? Ну, я там думал, мне же грешили на регуляторы, и на контроллер, и все остальное. Но, как мне подсказал в комментариях более, как говорится, опытный товарищ по квадрокоптеру, он сказал так, что у него была тоже такая же аппаратура Flasky, как и у меня, приемник передатчик. И произошел просто сбой управления. То есть команду контроллер получил, заполнил, управление пропало, и он просто начал выполнять ту команду последнюю, которую он получил. И, естественно, квадрокоптер рванул вверх. Я, правда, потом все отключил, приемник отключил, и, возможно, команда как-то восстановилась, и квадрокоптер просто упал. Но, за исключением потери бузера, все остальное осталось целое. Так что, вот так. Тоже имейте в виду, и не допускайте тех ошибок, которые допустил я при создании данного квокоптера. Переходим от железа к программному обеспечению. Закодим браузер, и в браузере набираем, так как у вас регуляторы у нас был хэли, то был хэли, и вот здесь набираем релиз. Можно вот так. Релиз. Вот видите, релиз. Вот это мы выбираем, и заходим на был хэли конфигуратор. То есть, вы сюда, если просто наберете был хэли, вы пойдете, чисто пойдете на был хэли конфигуратор. А здесь, ну, вот тут английский, я перехожу на русский. И вот здесь они все есть. Вот видите, все, что вам душе угодно. Вот эти именно был хэли конфигуратор. Какой он собой представляет. Скачиваете, запускаете. Если у вас, например, линус, вот, линус 32, 64, мак, виндовс, виндовс. Понятно. Ясно. Понятно, где это все взять. Ну, у меня уже это все есть. Поэтому я захожу, вот был хэли конфигуратор. Открываю и запускаю. Так. Вот запустилась вот такая панель. И я хочу здесь вам рассказать, как прошить регулятор Белл Хэли в конфигураторе, что означает его настройки, как правильно, не то, что как правильно, как я прошиваю Белл Хэли, потому что сколько людей с таком мнением, то он умничает, что ты неправильно делаешь. Ну, может быть. Так. Значит, Белл Хэли конфигуратор нужен для того, чтобы записать прошивку мозг регулятора, по которой он будет работать. Ну, например, как обороты включать, снятие с охраны, максимальные обороты выдавать двигатель при управлении этими регуляторами. Также можно поставить какой-нибудь звук, включение дрона, настроить пищалку двигателей и какое время он будет пищать. Здесь, что здесь намалевано? Ну, здесь сказано, что он предназначен для настройки Белл Хэли от Мэл, Белл Хэли Филабл и Белл Хэли С, то есть какие регуляторы можно использовать. Дальше. Здесь вот можно скачать новые драйвера для того, чтобы установить на ваш компьютер. Ну, если десятка, то, честно говоря, он у него, в принципе, сам определится без никаких косяков. Дальше. Здесь же так же, как и Вайнави подключение. Вот берем сейчас, подключаем мы и подключаю я. Не мы, а я. Подключаю коптер и смотрите, появляется третий компорт. Вот видите, третий компорт появился. Все, нажимаю подключить. Высвечивается вот такая панелька. Затем мы нажимаем внизу вот этот Red Setup, то есть чтение настроек. И что ты не хочешь? А, excuse me. Здесь один из моментов, чтобы подключиться, нужен аккумулятор. Так что, сейчас схожу аккумулятор возьму, что-то я забыл. Итак, подключили мы к компьютеру квадрокоптер. Не забывайте, что для того, чтобы высветилась информация, в Бенхэллиген конфигураторе, необходимо подключить аккумулятор и затем необходимо подключить же кабель USB. Затем появляется порт, высвечивается, на который подсоединен данный ваш квадрокоптер. Нажимаем Connect, соединяемся, появляется такая панель. Если не будет подключен аккумулятор, вы здесь будете сжать рейд сетап сколько угодно, но абсолютно ничего не высветится, потому что регуляторы не запитаны. Все, жмем и ждем. Все, настройки высветились регулятора. Вот они, это, можно сказать, главное меню регулятора, справа это блок с настройками регуляторов в отдельности, а слева это настройки общих, общие настройки всех регуляторов. Default, это установка по умолчанию, фалсой, выбрать все, в Red Setup, это записать настройки, и Red Setup, это то, что мы только что-то сделали, чтобы прочесть настройки, Save Debook, это, я так понял, надо загрузить, а сохранить настройки, то есть, мы вот выбираем, ну, куда вы хотите, обзываете какие-то там настройки, сохранить, и он сохраняет текущие настройки, которые у вас есть, есть такая функция, да и все, так, поехали, сверху вниз, значит, они, в принципе, все одинаковые панели, всех четырех регуляторов, в моем случае, поэтому мы начинаем с одного, сверху, это регулятор, это название, А-Аш-ТР25, и версия прошивки 16.6, мотор, директа, это выбор, можно, нормальные обороты, или реверсивные обороты, выбрать здесь, следующее, PPM, минимум тротл, это минимальные, которые должны быть, газ, минимальный газ, при котором запускаются движки, это максимальный газ, и флеш-фреймвары, здесь уже можно выбирать настройки, то есть выбрать, вы можете свой регулятор, который у вас есть, например, у меня на 30, и он 25, можно выбрать на 30, ну, пусть как есть, я живу по принципу, работает хорошо, и не надо трогать, будет плохо работать, в дом, уже голову ломать, и версия прошивки, значит, у меня версия, не самая последняя, 16,6, есть еще две, 16,7, официально, и 16,7, динамс, снов, бета, ну, не буду я ничего перепрошивать, и как еще раз сказал, ниже, меня устраивает, то, что есть, здесь же так есть, отставить, и еще один момент, если, например, вы хотите, то вот, выбираете, к примеру, вот эту версию, появляется активно, становится флеш, прошивка, нажимаете прошивку, и данная версия, у вас заливается, в процессор, контроллер, вашего регулятора, но я это делать не буду, дальше, здесь есть возможность, чтобы вы загрузили, установили свою прошивку, то есть, вы где-то откопали, очень такую шикарную прошивку, как будто, что она очень, не очень шикарная, и можете, хотите ее установить, пожалуйста, но нежелательно, сразу говорю, все эти левые прошивки, они могут привести к тому, что ваш регулятор, превратится в кирпич, поэтому лучше, используются те прошивки, которые выбирает, данная программа, Bell Helic Configurator, выбирает, вот эти прошивки, официальные, можно использовать, так, ну все, здесь мы по этой стороне, закончили, да, и как только прошили, нажимаете в write setup, сохранить настройки, ну нет, еще не спешите, можно конечно, если использовать, левую сторону, левая сторона, здесь, это для настройки, общих параметров, данного регулятора, начиная сверху, это программ, ByteX, это разрешить, программирование, регулятора с пульта, это отдельный вопрос, не буду я здесь, на нем останавливаться, так, старт, Power, мощность импульса, при старте мотора, еще можно сказать, что эта настройка определяет, как быстро регулятор будет запускать двигатели, значит, обычно значение меняют, когда возникают в этом проблемы, я не рекомендую это делать, и сам этим не занимаюсь, следующее, температура Project, значит, это защита регулятора от перегрева, я так понял, если температура повышится выше, то он просто тупо вырубится, и на этом все закончится, в лучшем случае, так, Low PPM, Power Protect, или как, ну, Protection, значит, если выключить этот параметр, то регулятор отключит моторы, если пропеллеры за что-то зацепились, или мотор где-нибудь вяз, при низких оборотах, то есть он упал, и зацепить, то есть движки, как бы, должны работать, ну, чтобы, короче, не загорелось, и не было пожара, вот для этого, вот эта функция включена, так, Break and Stop, при включении этого параметра, выполняется резкий остановок пропеллера, при выключении, при выключении мотора, с пульта управления, ну, я не думаю, ну, надо, не надо, пусть будет как есть, так, Demag Compression, Demag Compression, защита от срыва синхронизации, значит, для небольших двигателей, параметра, собственно, не сильно актуален, так, следующий мотор, тайминг, мотор тайминг, здесь видите, есть Medium, Low, Low, Medium, Hack, и Hack, то есть, пока оставляем среднее, значит, что это такое, значит, это синхронизация двигателя, 0 градусов, Medium, Low, 8 градусов, Medium, 15 градусов, Medium, Hig, 23 градуса, и Hig, 30 градусов, значит, практика показывает, что если моторы на низких оборотах начинают дергаться, при резком негаза, то увеличивает, вот этот, мотор, тайминг, то есть, ставит его, Medium, Hig, ну, пока оставляем так, как есть, значит, что такое синхронизация, на синхронизации двигателя, настраиваемый электром, важна для эффективности двигателя, надежности работы, крутящего момента, числа оборотов, значит, цель синхронизации двигателя, является, раннее переключение катушки двигателя, для создания магнитного поля, в нужное время, если включить катушку, раньше, когда она еще далеко от магнита, то это увеличит обороты двигателя, но уменьшит крутящий момент, когда запускается катушка, поздно, она находится близко к магниту, увеличивает крутящий момент двигателя, но уменьшается число оборотов, синхронизация двигателя, во многом зависит от индукции, а индукция зависит, например, от тока, сопротивления катушки, числа витков катушки и так далее. Разные двигатели будут иметь разное время индукции, следовательно мотор тайминг должен подстраиваться под каждый движок. Мы оставляем вот это среднее положение. Бип-бип-бип-стринг. Бип-стринг это сила звука. Сила звука имеется ввиду двигателя. Пищит двигатель. Не регулятор, а пищит двигатель. А регулятор уже регулирует писк двигателя. Силу, ну да. Силу 40 пусть будет 40. Я ничего не меняю. Следующий вот этот Beacon string какой-то. Значит если работает регулятор и выключение требуется подать двигатель газа вверх или вниз, то при неполучении сигнала газа какое-то время, например, модель упала. То есть налетела, упала. И пока вы его ищите, газ убираете, включается сигнал, который пищит. Мотор пищит. С интервалами, которыми задает параметр вот этот Beacon Delight. То есть 10 минут. Через 10 минут он начинает пищать. Ну а это задержка имеется ввиду. А вот это задержка перед началом подачи сигнала. Вот она 10 минут. Ну 10 минут наверно многовато. Наверно мы сделаем пусть будет 2 минуты. Так, ну что мы тут принципе мы больше ничего не поменяли. Все это осталось. Все. Нажимаем реверс и осталось. Все осталось. Нажимаем в Rise Setup. Все. Мы записали вот эти только 2 минуты. Больше ничего абсолютно не говоря. Они меняли. Все. После чего мы выключаем диск Connect. Кстати, все я рассказал здесь. Так, в Rise Setup. Так, ну кажется, все рассказал. Значит, отключаем диск Connect. Все. Раз. И выключаем питание коптера. Сейчас дальше мы уже подключимся к iNOW и я вам покажу как там, ну конкретно же регуляторы настраивается и что там, где там какие-то протоколы и так далее. Настраивается в iNOW. Ну а теперь проверим. Так, это мы пока уберем. Так, включаем пульт и подключаем мой коптер. Включили. Ну все, отработал. Так, берем, включаем движки. Все, движки пошли. Это у меня режим Acro. Так, ну вот этот пощелкал. А кстати, стабилизации, вот из стабилизации, видите, он начинает раскручиваться. Потому что он без винтов и поэтому начинает, кажется, дурковать, пытаться выровняться. Поэтому мы его снова сейчас включим в режиме Acro, чтобы он не молотил сильно. И сейчас проверим, как он сработает после того, как бы он упал. Будет сработать или не сработает. Мы выключаем питание. Вот, видите. Теперь попробуем, как говорится, без действия стика газа. Так, отставить. Убрал, 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 убрал. Надо перезагрузить. Перезагрузил. Есть. Вот, все, пошел. А теперь ничего не трогаем и посмотрим, без действия, через сколько он сработает. Там я поставил 2 минуты. Ну, можно было, конечно, меньше. Ну, посмотрим сейчас. Ну, сейчас еще раз подождем. Ну, теперь я хочу еще раз повториться по поводу iNow конфигуратора. Где найти iNow конфигуратор? Ну, примерно, это та же самая картина. Набираете вот здесь. Релиз. Релиз. Пусть будет так. Правильно, неправильно. И iNow. iNow. И он заходит. И он заходит. Видите, реализованный iNow. Вот сюда заходите и здесь начинаете искать. Вот здесь идете. Тут все описание. А вот внизу. Это можно перевести, чтобы его не ломать. Так. Перевели. Вот одни iNow. iNow. iNow, 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 iNow. iNow, iNow, iNow. iNow, iNow, iNow. iNow, 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 iNow. И все остальное, что только есть. То есть, здесь выбирайте то, что вам надо. Вот они старые. Но последний. Вот он самый. 2.4.0. Хотя, это 2.4.1 сейчас. У меня 2.4.1 стоит. Так. 2.4.0. 2.4.0. 2.4.0. 2.4.0. 2.4.0. 2.4.0. 2.4.0. Ну, не буду. Я вам сказал, вы можете здесь найти и только тратить ваше свое время. Понятно. Значит, я уже скачал это все. Это все у меня есть. Поэтому я просто захожу. Выбираю вот этот iNow конфигуратор у меня. 2.4.1. Да, 2.4.1. Ну, он загружается. Он у меня загрузился. Вот он. Здесь, в принципе, при подключении и настройке квадрокоптера, батарейку не обязательно в данной ситуации подключать. Просто подключаете квадрокоптер. Снова появляется, вот видите, третий. Проводим. Коннектимся. И появляются настройки. Здесь калибровка, миксеры. Вот здесь, это уже новая версия 2.4.1. Видите? Новая версия. Здесь настройка идет именно движка. Значит, первое, что необходимо, это вот включить, потому что не включится. А вот протоколы. Выбираете протоколы. Вот здесь протоколы. Стандарт. OneShot. OneShot 42. MultiShot. И после все остальные шоты. Ну, можно настроить. Я, кажется, MultiShot настраивал. Ну, пусть будет MultiShot. А, MultiShot и стоял. Да, я вчера и летал на MultiShot. А вот здесь 2 кГц. То есть, обновление происходит с частотой 2 кГц. В старых там ставили 400 Гц. Ну, возможно, это на BellHeli, не S. Ну, так. Дальше, следующее. Вот, можно здесь посмотреть движки. Вот они, видите? Ну, правда, сейчас они не работают. А вот здесь, вот, настройка движков. Здесь же я настраивал и двигатели по максимуму. Мальные и минимальные. Не знаю, правильно, неправильно. Я делал как? Ставил на максимум. Ну, как на старых регуляторах, как на Simong. Ставил на максимум. Подключал питание. Батарейку не буду я сейчас по 100 раз, потому что работает. Пусть работает. Включал. Он пропикивал, проигрывал музыку. Опускал вниз. То есть, минимальные и максимальные обороты. Там были настройки максимальные и минимальные стики. Но здесь, я что-то у меня не получалось так настроить. Минимальные и максимальные стики. Ну, может быть, что-то неправильно делал. После чего, нажимаем Save. Загрузка. Так, конфигурация. Ну, здесь уже конфигурация. Здесь тоже можно. Ну, здесь уже к движку, как бы, отношений уже никакого и нет. То есть, все, что касается двигателя, это вот здесь. Да, и еще. Вот это красное, это говорит о чем? О том, что вот этот переключатель для мультикоптера должен быть выключен. А для аэроплана он должен быть включен. Это остановка двигателя. Так, ну, все. Как бы и все. Ну, все, рассоединяюсь. Ну, сейчас... А, ну, я уже вам показывал. Все вращается, все крутится, все работает. Ну, что? Все, что хотел я рассказать о регуляторе Белл Хелли. Может быть, не все. Ну, рассказал только то, что посчитал мне важное. Возможно, и вам будет важное. Остальное, конечно, там много еще можно еще ковыряться. Но это основные моменты, которые, по идее, все сталкиваются при настройке регуляторов. Ну, поэтому на этом буду заканчивать. Ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал. Вам ничего не стоит и ничего вас не обязывает. А я продолжаю настраивать данный квадрокоптер. Летать, снимать и показывать вам. Сегодня у меня еще один план полета. Ну, это уже, как говорится, в другом ролике. Все. Вопросы в комментариях. Вопросы в комментариях.